Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан осудили взрыв в больнице Аль-Ахли в секторе Газа. В Бишкеке, Астане, полдень. Меня зовут Камила Валеева. Здравствуйте. Страны Центральной Азии осудили взрыв в больнице Аль-Ахли в секторе Газа. В Бишкеке, Душанбе и Ташкенте призвали Израиль и Хамас к немедленному прекращению боевых действий. В МИДе Кыргызстана призвали к расследованию нарушения международного гуманитарного права. Дипломаты отметили, что Кыргызстан выступает за консолидацию усилий мирового сообщества по мирному урегулированию конфликта в соответствии с резолюциями Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. Призываем стороны принять исчерпывающие меры по недопущению жертв и насилия по отношению к мирному населению и прекращению боевых действий, незамедлительному началу переговорного процесса в интересах достижения мира. В свою очередь, в МИДе Таджикистана считают, что гражданские объекты, особенно больницы, цитирую, не должны подвергаться нападениям ни при каких обстоятельствах и должны быть безопасным местом для обслуживания населения в любых условиях. Министерство иностранных дел Республики Таджикистан выражает соболезнования родственникам погибших и желает выздоровления раненым. Решительно осуждая акт насилия, призывает стороны к немедленному прекращению огня и началу диалога с целью стабилизации ситуации. К немедленному прекращению огня призвали и в Узбекистане. Я напомню, что в больнице Аль-Ахли в Газе прогремел мощный взрыв. Хамас обвинил Израиль в ударе по госпиталю. По данным подконтрольного Хамасу Минздрава, в результате взрыва погибли около 500 человек. Других подтверждений этой информации из независимых источников нет. В Израиле, в свою очередь, разъяснили, что в больницу попала ракета экстремистской группировки «Исламский джихад», изменившая курс сразу после выпуска из Газы. Вскоре появились видео, подтверждающие это. На кадрах видно, что сильнее всего в результате взрыва ракеты пострадала парковка около больницы. При этом здания основного больничного корпуса и другие соседние здания не разрушены. Израиль не будет препятствовать доставке в Газу гуманитарных грузов из Египта. Об этом власти страны договорились с президентом США Джо Байденом. В Анклав будут поступать небольшие объемы продуктов, питания, лекарств и воды. Поясняется, что эта помощь предназначается для беженцев, которые в основном находятся в южных районах сектора. При этом Байден пояснил, что если груз попадет в руки Хамаса, то поставку гуманитарной помощи придется прекратить. Я разговаривал по телефону с президентом Египта. И он согласился открыть ворота на переходе Рафах, чтобы сделать две вещи. Для начала пропустить 20 грузовиков. Дэвид Саттерфилд, мой спецпосланник, сейчас там, в Каире. Он будет это координировать. У него есть полномочия делать то, что необходимо для этого. Для начала они собираются ремонтировать дороги. Им приходится заделывать выбойны, чтобы эти грузовики могли проехать. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что страна не допустит поставок гуманитарной помощи со своей территории в сектор Газы до тех пор, пока Хамас не освободит всех заложников. Тем временем ночью Цахал атаковал объекты Хизбалы в Южном Ливане и инфраструктуру боевиков в секторе Газа. Последний обстрел Израиля из Анклава был зафиксирован накануне вечера. В Бишкеке Душанбе согласовали еще около 14 километров границы. О каких именно ее участках идет речь, неизвестно. Очередные переговоры топографических рабочих групп по делимитации демаркации рубежей состоялись в городе Бустон Сагдейской области Таджикистана, сообщает в кабинете министров Кыргызстана. Там добавили, что стороны продолжат работу по описанию оставшихся участков на следующей встрече, которая состоится уже на территории Кыргызстана. В начале октября стало известно, что топографические рабочие группы Душанбе и Бишкека согласовали около 44 километров госграницы. За несколько дней до этого главы ГКНБ двух стран по итогам совместного заседания правительственных делегаций по делимитации демаркации границы в Баткене подписали протокол номер 44, который, по мнению сторон, будет способствовать разрешению пограничных споров. Однако о каких участках границы идет речь, ни Бишкек, ни Душанбе пока не сообщают. Всего протяженность рубежей между двумя странами составляет 972 километра. В настоящее время остаются неопределенными более 300. Спорные участки в основном расположены в местах водоразделов, пастбищ и земель, которые обе стороны считают своими территориями. Из таможенной службы Кыргызстана уволили около полусотни сотрудников за связь с криминальным авторитетом Камчикольбаевым и бывшим заместителем главы таможни Рейнбеком Матраимовым, обвиненным в коррупции. Издание «Кактус Медиа» со ссылкой на собственные источники в силовых структурах сообщает, что из таможенной службы уволили родного брата Кольбаева, Абакытасанбекулу. Он занимал должность заместителя начальника северо-восточной таможни. Собеседники журналистов рассказали, что после смерти криминального авторитета Камчикольбаева в Кыргызстане начались массовые задержания всех, кто принимал участие в легализации отмывания преступных доходов криминального авторитета. В самой таможенной службе отказались комментировать массовые увольнения сотрудников. На официальном сайте и страницах ведомства, в социальных сетях об этом тоже нет никакой информации. В Бишкеке похитили российского активиста левого блока Льва Скорякина. Об этом сообщает издание «Новая газета Европа» со ссылкой на правозащитников. По их данным, ночью 16 октября к месту жительства Скорякина подъехали 10 человек, представили сотрудниками уголовного розыска милиции Кыргызстана и увезли активиста в неизвестном направлении. Льва Скорякина разыскивает МВД России за акцию «С днем чекиста», которую он провел два года назад перед зданием ФСБ в Москве. В его отношении возбудили дело по статье «Хулиганство». Скорякин уехал из России в июле прошлого года после того, как ему изменили меру пресечения на запрет определенных действий. В июне этого года Скорякина задержали в Бишкеке, а затем поместили в СИЗО. По словам правозащитников, в сентябре его отпустили. Генпрокуратура Кыргызстана отказала России в экстрадиции, так как Скорякин запросил убежище и не может быть передан России. Делегация из Узбекистана направится в Кабул для обсуждения строительства канала Кош-Тепа и распределения воды из реки Амударья между странами. Об этом сообщил глава Сурхандаринской области Узбекистана Лукбек Касимов. По его словам, сейчас согласовывается дата визита делегации. Афганской стороне отправлены соответствующие письма. Строительство канала талибами вызывает опасения у представителей соседних стран. Специалисты из Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана считают, что этим государством может не хватить воды после ввода канала в эксплуатацию. Талибы планируют закончить строительство почти 300-километрового сооружения за пять лет. Эксперт по водным вопросам Национальной академии наук Таджикистана Хамиджон Арифов говорит, что почти 70 лет назад Советский Союз подписал с Афганистаном соглашение, согласно которому Кабул имеет право забирать 9 кубических километров из реки Амударья. Но на сегодня Афганистан получает чуть больше двух. Мы все знаем, что войны в Афганистане идут уже почти 40 лет. И как эта страна могла получить всю свою долю воды? В основном вода из реки уходила в Туркменистан и Узбекистан. Таджикистану тоже не доставалось. А я хочу по традиции напомнить наши телеграммы и ватсап номера, на которые вы можете написать. Если вы мигрант и вам есть что рассказать нам, или вы живете в одной из стран Центральной Азии и уверены, что зрители должны узнать вашу историю, свяжитесь с нами. Отправляйте нам видео, фотографии и описания к ним. Адреса наших аккаунтов на экране. Мы ждем ваших сообщений. Это были главные новости к этому часу. Больше новостей из Центральной Азии и вечерней программе Шавкатом Тургаевым. Смотрите наши выпуски в социальных сетях, Ютубе и Фейсбуке. Делитесь с друзьями, ставьте лайки и комментируйте, так их смогут увидеть гораздо больше людей. А еще больше интересных видео, репортажей и фильмов вы сможете найти на нашем сайте. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok